Ну вот и осень наступила. А предыдущие три недели что, по-твоему, было лето? Ну, по древнерусскому календарю осень наступала как раз 23 сентября, а заканчивала 25 декабря. А в Ирландии 1 августа уже попрощались с летом, хотя мне бы хотелось, чтобы осени совсем не было. От этих желтых деревьев почему-то становится грустновато. Точно, точно. 5% людей подвержены болезни, которая называется осенняя депрессия. Значит, будем поднимать сегодня настроение яркими цветами осени, прогулками и разнообразными занятиями. А так, конечно же, теплом и всякими приятностями. Доброе утро, губерния. В студии пытаются меня развеселить Максим Полагнюк. И грустит от вида осенних деревьев Саша Байдачная. А ведь осень становится красивой и яркой вокруг. Еще 200 лет назад осень ждали как праздника. 23 сентября отмечали День Петра Рябинника, украшали окна гроздями рябины. Ну вот, теперь придется засесть дома и всю зиму смотреть на мир из окна, пусть даже и с гроздями рябины. Так это же хорошо. Грустно. Исследователи обнаружили, что в холодные месяцы людям хочется уюта, вечеров, дома. Вот чувство холода вызывает стремление к теплу и комфорту, да? И классно проводить это в своем окружении. Так что осень – это не так уж плохо. Ну а какие чувства вызывают осенние деревья у жителей губернии, узнаем в запрос. Радость, красота все-таки, оранжевые и желтые листья, и все. Скоро зима. Прекрасно, очень красиво. Я живу в саду, можно сказать, у меня загородный дом, там сад, и сейчас очень интересно наблюдать, как все меняется. С одной стороны восхищение, с другой стороны меланхолия. Потому что зима. Это очень красиво, да, но зима в то же время близко, и лето уже закончилось. Прекрасно. Я люблю очень осень. Мы же из Санкт-Петербурга. Да. И у нас там осень очень красивая. И Дальний Восток мы тоже очень любим. Потому что родственники там очень красивейшие. Просто успокаивает, радуется душа. Приятные, желтые, красивые, ходишь и ими любуешь. Особенно, когда такая хорошая погода, то это приятно. Хорошие. Я очень люблю осень, особенно сентябрь. Хорошие чувства. Я думаю, что иду и радуюсь, что живу в нормальной стране, если можно так сказать, на сегодняшний день. И где солнце, и есть деревья. Друзья, и снова доброе утро. Мы снова с вами, хорошего вам настроения. У нас в гостях Мария Федорова, психолог. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня говорим о рябине и прочем, о других деревьях тоже. Вот есть такая поговорка, яблоня от яблони. Предлагаю сегодня, пользуясь случаем, с психологом разобрать проблему отношений родителей и детей. Как сильно наши родители на нас влияют и какие ошибки допускаются при воспитании? Давайте, может, разберем вещи. Ну, конечно же, родители на нас сильно влияют. Недаром есть поговорка, да, что все проблемы, они с детства. Понятно, что, конечно же, не все проблемы, но тот опыт, который мы прожили в своем детстве, мы его несем и во взрослом возрасте, но только не осознаем это. И поэтому часть своих решений принимаем, исходя из того, что было заложено тогда, когда, тогда, в детстве. Вот есть такое понятие сепарация, да, отделение от родителей. Когда это происходит, может быть, у некоторых вообще не происходит до старости. Расскажите об этом явлении, которое должен каждый пройти. Я, наверное, продемонстрирую, да, сепарация, что такое отделение. Мы часто слышим это понятие, но, по сути, это просто отделение детей от родителей. Вот визуально это можно изобразить так. Вот чтобы сепарация случилась, один должен захотеть отпустить, другой должен захотеть уйти. И вот это разделение случается. Бывает, что мы разъезжаемся с родителями, создаем, ну, мы, да, люди, создаем собственные семьи, рождаем детей и считаем, что мы уже взрослые, отдельные от родителей. Но внутри проживаем такие процессы, которые все еще адресуют нас к родителям. Мы все еще можем искать их одобрения, неосознанно, вроде бы не у живых, не у реальных, но в своем внутреннем мире искать одобрения, искать восхищения, искать подтверждения своих результатов, искать подтверждения того, что я там хорошая мать, хороший отец и так далее. Это нормально, как бы, в принципе? Или с этим нужно бороться? Надо теперь выяснить. Ну, нормально, когда нет запроса со стороны человека, тогда все нормально. Если запрос есть, я живу, а какого-то удовлетворения от жизни я не чувствую, что это такое. Часть энергии уходит на доказательство родителям, что я взрослый. Вот это нормально? Ну, наверное, нет, потому что этот ресурс мы не используем для обычной жизни, для тех целей, которые мы ставим перед собой. Вот как объяснить родителям, что вы уже выросли, мы уже выросли, и не все советы уместны? Понятно, что они без благих целей, но не всегда... Они всегда знают, как лучше, а ты не знаешь ничего. Вот так обычно происходит. Ну, прежде чем это объяснить, это важно почувствовать внутри себя, потому что, когда это вот это ощущение взрослости встроено в нас как такая опция, мы автоматически отстраиваем общение с окружающими людьми. Ну, давайте сравним. Мама советует что-то взрослой дочери в отношениях с мужем, к примеру, да? И дочь отвечает, мама, мне 35 лет, я занимаю такую-то должность, я получаю такой-то доход, я вырастил, ну, да, взращиваю двоих детей, я уже взрослая, да? Это один вариант ответа. И другой вариант ответа, мама, спасибо тебе за заботу, мне приятно, я подумаю или я справлюсь. Чувствуется разница. Да. Во втором случае гораздо взрослее ответ получаешь. Да, потому что он идет из ощущений внутренней силы. А в первом что происходит? Доказать. Мама, увидь меня, признай меня, я уже взрослая, признай меня, это уже не про взрослость. Продолжим разбираться в вопросах психологически позже, а пока что посмотрим, что нам сегодня родит погода. Погода в Самаре ожидается пасмурная и теплая, не исключены дожди. Днем плюс 16, плюс 23 градуса, ночью плюс 16, плюс 17. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 46-48%. Продолжаем копаться в вопросах отцов и детей вместе с Марией Федоровой, психологом. Еще раз доброе утро. Доброе утро. А что делать родителям, дети которых не стремятся к самостоятельной жизни? Как им поступать? Во-первых, проанализировать, а как я в этом участвую. Ведь это же реальная, естественная потребность ребенка отделиться от родителей. Вот как я создаю такие условия, что мой ребенок остается со мной? Здесь вот вопрос к себе. Готовы ли я отпускать? Ведь очень часто, неосознанно, родители не готовы отпускать своих детей. Почему? Потому что родительскую функцию они осуществляют продолжительное время. Здесь все понятно, здесь все привычно, здесь безопасно, здесь есть смысл и ощущение собственной значимости. И вдруг ребенок вырастает и уходит из семьи. И что образуется? Вакуум, который нужно заполнять. А это страшно. И поэтому, что мы делаем, когда нам страшно? Хватаемся за привычное, да? А что там происходит в жизни моих детей? Или, в принципе, не готовы отпускать, да? Когда мы рассматриваем ситуацию, живут вместе там. Не готовы отпускать детей. Где я не готова отпустить детей, да? Помню вот этот вот принцип. Поэтому здесь создавать свои смыслы, создавать условия для ребенка, чтобы ему захотелось уехать. И создавать для себя новые смыслы в жизни. И чтобы, когда он съедет, через месяц не захотелось его вернуть обратно. Какая интересная фраза. Когда нам страшно, мы цепляемся за привычное. Что это в этом подумать, да? Еще давайте прямо, может быть, вкратце перечислим самые частые проблемы, с которыми сталкиваются дети и родители. Но в подсознании. А на самом деле этого как бы не осознают, не понимают. Наверное, здесь важно больше не сами, да? С какими сложностями, проблемами сталкиваются, а причины, да? Которые бывают. Топ-причин. Топ-причин. Но здесь же две стороны. Мы можем посмотреть со стороны родителей, можем посмотреть со стороны детей. Почему возникают сложности в отношениях? Как я уже сказала, да? Со стороны детей это не готовность отпускать детей по причине того, что мне это привычно знакомо. Плюс, когда ребенок уходит из семьи, родители, как муж и жена, остаются вдвоем. И если есть сложности в паре, то им приходится лицом к лицу с этими сложностями встретиться. Потому что в этой прослойке уже нет ребенка. И мы можем привычным образом здесь, а давай посмотрим, что там в жизни ребенка. И давай опять мы будем говорить про ребенка. Либо, если нет одного родителя, да? В силу разных обстоятельств тогда второй родитель сталкивается с одиночеством. Здесь тоже страшно. И здесь опять привычнее узнавать, как живут мои дети. На самом деле тема очень интересная и глубокая. Поэтому я думаю, что мы еще раз обязательно позовем на эфир и продолжим ее. Потому что не все вопросы рассмотрели. Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо за приглашение. Осенью неплохо бы завести себе какое-то хобби, которое успокаивает нервы. Например, связать шарф. Как это сделать за 20 минут, да еще и без пиццы, расскажет наша рубрика «Идеи для жизни». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, еще раз доброе утро. Представляем вашему вниманию нашего гостя, его потрясающей работы, Антон Студеникин, мастер по работе с деревом. Доброе утро. Доброе утро. Какая красотища. Сегодня славянский праздник. Герой нашего эфира – рябина. А из чего вот эти изделия? Давайте с этого начнем. Эти изделия изготовлены нами вручную. Материал идет дуб. Это древесина цельная, не клееная, как многие сейчас делают. То есть цельная древесина, обработанная специальными маслами и смесью карнаубского и пчелиного восков. Мы работаем как в технике пирография. Это вот у меня супруга. У нас семейная мастерская, поэтому супруга занимается пирографией, выжиганием. Также вот у нас есть коллаборация с самарским керамистом, который сделал нам такие чудесные керамические вставки в наши доски. Это эксклюзив для вас, да, получается? Это эксклюзив для нас, да. Почему именно дуб? Не рябина, например. Мы сегодня говорим о рябине практически весь эфир. Из рябины можно было бы делать, но дуб является приоритетным в изготовлении досок именно разделочных, потому что обладает рядом преимуществами, таких как антисептический, он долговечный, то есть это твердая порода древесины. Как и когда случилось ваше знакомство с деревом, увлечение деревом? Увлечение деревом случилось при рождении, так как я родился в республике Карелия, приехал уже в Самарскую область в Самару жить. Вот, наверное, там это у меня и зародилось все с природой, связанное с деревом. А вот цельное, да, цельное дерево, получается, есть какое-то бревно большое, и из него выпиливается доска, или как? Я не совсем понял технотехнологию процесса. Ну, конечно, да, берется цельное бревно. Кусок бревна. Да, бревно, которое режется, сушится в сушильных камерах до столярной влажности, соответственно, чтобы изделие было столярной влажности, и его не вело потом, впоследствии. И оно прослужило вам как можно дольше. А сколько такая доска может прослужить? При должном уходе такая доска, срок службы у него не ограничен. Ухаживать, на самом деле, достаточно просто. После каждого пользования достаточно просто ее протереть влажной тряпочкой, либо с мыльным раствором, то есть и раз в месяц обрабатывать маслом. Да, можно купить либо минеральное масло, вазелиновое масло. У нас мы обрабатываем специальной косметикой, профессиональной. То есть оно достаточно долго вам прослужит. Ну что ж, мне надолго отложат доски, потому что из деревьев делают не только их, но еще и книги. Рубрика «Читалка». Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня я хотела бы вам рассказать о новой книге Игоря Львовича Павловича. Книга называется «Утраченное наследие. Информационные миражи и фантомы в современных байках Самары» 1979-2022 годы. Краеведение воспринимается, по большей части, исследователями, как достаточно точная сфера знаний. Краеведы в основном – это люди факта. Если факт зафиксирован в печатных источниках или, допустим, в народной памяти, то он анализируется, подбирается другие факты, которые подтверждают или опровергают его. На основании этого выстраиваются теории, которые либо получают, опять же, подтверждение или опровержение. Но так происходит не всегда. Рано или поздно исследователь встречается с проблемой, для решения которой фактов недостаточно. Исследователь данной книги представляет анализ достаточно малоизученных еще явлений, таких как информационные фантомы, фактор случайности и ангелы из библиотеки. Последний, естественно, мне понравился больше всего. Ангелы из библиотеки – это тот самый таинственный случай, который непонятным образом вам предоставляет нужную книгу и открывает ее на нужной странице. Как сотрудник библиотеки я могу сказать, что да, такое случается и нередко. Не только в моем личном опыте такое было, но и в опыте моих коллег. Еще таким образом называют цепочку маловероятных случайностей, которые приводят исследователя к какому-либо открытию или весьма важной гипотезе. Описан и противоположный феномен, так называемый «черный ангел из библиотеки» или «стиратель». Это те явления, которые влияют на забывание информации, на ее утрату. Например, это тот самый случай, когда человек забывает целые куски недавно прочитанного текста. И да, такое тоже в нашей работе случается. Или, например, человек случайным образом уничтожает огромный труд, свой собственный. Или, например, даже происходят пожары или какие-то другие негативные явления, уничтожающие огромный пласт информации. Современный вариант истории о данном феномене – это «Люди в черном». О данном феномене автор повествует на материале неучтенной истории Рачейских Альп о таинственном малоизученном месте с богатым культурным наследием. В данной книге вы найдете замечательную подборку таинственных, иногда даже мрачных историй о необъяснимых событиях, произошедших на территории нашей области. Великолепнейшая подборка историй о летательных объектах непонятного происхождения, которые наблюдались у нас в Самарской области в широком историческом охвате от легенд о летающей лодке Стиньки-Разина, которая заперта где-то у нас в горах, и которая до сих пор еще, видимо, в рабочем состоянии, до историй, видимо, в которых принимают участие инопланетяне. Ну, судя по всему, так можно предположить. Потрясающая книга, действительно какой-то совершенно неожиданный взгляд на мифологию, вот эта вот попытка его проанализировать, этот материал, в таком достаточно необычном ключе, это, конечно, очень-очень интересно. Продолжаем любоваться и наслаждаться даже запахом работы Антона Стинькина, мастера по работе с деревом. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Мы видим, что у всех досок есть какой-то определенный стиль, вот что-то такое цветочное, да, природное, так скажем. Как вы его формировали? Были ли какие-то ошибки на этом пути? Ну, вообще, ошибок было очень много. Мы пробовали разные формы, на самом деле, и пришли вот именно к этим формам, которые полюбились. Вы говорите, вы, 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 вы. Вы это кто? То есть у вас какая-то подмастерья есть или вы все один делаете? Подмастерья у меня есть. Занимаемся в основном мы с супругой. У нас большая семья, у нас четверо детей. Ого. То есть двое девочек, двое мальчиков. Уже более старшие начинают помогать. Маленький завод по производству досок, да? Да, маленький завод. Организовали все они имеют. Мы поняли уже, что дуб – это ваш фаворит. А какие породы деревьев еще вы пробовали? Также мы вот используем грецкий орех. Бывает, работаем с термодревесиной, такой, как термоясень. И, ну, соответственно, просто ясень. Мне, к сожалению, сейчас не представлен. Ясень, дуб, термоясень, грецкий орех – это вот наши фавориты. Обычно те, кто работает с деревом, они говорят об энергетике того, что получается, об энергетике самого дерева. А вот вы, как мастер по дереву, чувствуете это? Есть ли какая-то энергия в ваших работах? Для меня каждая работа нацелена энергетикой. Вот если ее взять, вот можете ощутить эту энергию. Наше тепло, наших рук. Все сделано с душой, на самом деле. Каждое изделие для нас как маленький ребеночек. Ну что ж, очень красиво, да? Сколько разделочных досок должно быть на кухне? Давайте так. И сколько их у вас? У нас, на самом деле, в районе пяти штук. Ну, под каждое, то есть под мясо, под рыбу, каждая доска должна быть индивидуальна. То есть как можно больше досок должно быть. Досок много не бывает. Конечно, конечно. Антон, спасибо вам за ваше творчество, потрясающие изделия, удачи, вдохновения. Спасибо вам большое. Друзья, а мы просим вас оставаться с нами, впереди много интересного. Мы ждем вас в нашей студии. В эфире новости на канале «Губерния» в студии Николай Гришечкин. Здравствуйте. В ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации призовут порядка 300 тысяч человек. Это 1% от состоящих в запасе. У кого есть боевой опыт, те, кто проходил службу в армии или имеет военно-учетную специальность. В первую очередь солдаты, сержанты и прапорщики в запасе до 35 лет. Младшие офицеры до 50 и полковники до 60 лет. Перед отправкой к месту службы резервисты пройдут дополнительную военную подготовку. Также мобилизованные граждане получат пакет льгот, предусмотренный для военнослужащих по контракту и статус ветерана боевых действий. Военнослужащих по призыву и студентов мобилизация не коснется. Об этом на тематическом брифинге сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. По отсрочке есть у нас федеральный закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. Статьей 18 данного закона предусматривается отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Она касается забронированных граждан. Это граждане, которые работают на предприятиях в основном оборонно-промышленного комплекса. Второе. Это признанные временно негодными к военной службе до 6 месяцев. До 6 месяцев кого? То есть он заболел, сломана рука, нога и так далее. То есть отсрочки по этим вопросам могут представляться до 6 месяцев. Через 6 месяцев мы его снова вызываем. Если мобилизация к этому моменту не заканчивается, то нет указа президента об отмене. Третья категория граждан. Это занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой, усыновителем, нуждающим по состоянию здоровья, в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии, в постоянном уходе, помощи или надзоре, либо являющимися инвалидами первой группы, а также за членами семьи, не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. К другим темам. Работать безопасно. Количество несчастных случаев на производстве в Самарской области снизилось по сравнению с прошлым годом. Статистику травматизма на работе озвучили на заседании трехсторонней комиссии в здании правительства. Какие меры принимаются для улучшения условий труда в регионе, расскажет Андрей Фадеев. Работа на производстве, как известно, сопряжена с определенным риском. И профилактика травматизма при исполнении трудовых обязанностей – одна из ведущих задач правительства Самарской области. С начала года в этой сфере количество несчастных случаев с летальным исходом снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, в котором, кстати, тоже наблюдалось сильное снижение на 30%. За полтора года профилактической работы Минтруда региона провели 750 проверок на предприятиях, выявили более 5000 нарушений и привлекли к ответственности 70 должностных лиц. Общая сумма штрафов составила свыше 180 миллионов рублей. Надо сказать, что в организациях специалистов Министерства и органов местного самоправления даются рекомендации по устранению нарушений требований безопасности, что способствует снижению риска травматизма на рабочих местах, улучшению условий охраны труда и также минимизирует вероятность применения штрафных санкций со стороны контролирующих органов. Одной из наиболее связанных с профессиональным риском отрасли остается медицина. Во время пандемии COVID-19 врачи и медсестры Самарской области получали страховые компенсации в случае заражения коронавирусом в ходе работы с пациентами. Так, с ноября 2020 года порядка 36,5 тысячам медиков выплатили около 9,7 миллиардов рублей. Также в регионе продолжается исполнение указов президента по реализации государственной социальной политики. В прошлом году мы из регионального бюджета для исполнения целевых показателей медицинским работникам выделили более 5 миллиардов рублей, 5 миллиардов 126 миллионов рублей в этом году. Отработаем с фондом и, конечно же, выделим дополнительные средства. У нас это запланировано на ноябре месяц. Показатели мы, безусловно, исполним. В прошлом году, кстати говоря, мы перевыполнили показатели. По врачам у нас больше 200% получилась средняя зарплата по другим категориям. Тоже очень хорошие результаты. Также в ходе заседания трехсторонней комиссии Виктор Кудряшов поблагодарил за работу Федерацию профсоюзов Самарской области и Рега-отделение Фонда социального страхования. За внимательное отношение к каждому конкретному случаю и ориентирование в работе именно на человека. Андрей Фадзеев, Дмитрий Столяров, Новости губернии. В каком состоянии сейчас рынок труда в регионе? Каков уровень безработицы и как начать свое дело? А также какие виды деятельности на сегодня наиболее востребованные? На эти и другие вопросы ответили в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства. По оценкам экспертов в Самарской области отмечено снижение безработицы. Официально зарегистрировано 12 тысяч нетрудоустроенных граждан. Это один из самых низких показателей с 1992 года. На каждого безработного в регионе приходится более трех вакантных мест. А тем, у кого возникают трудности с трудоустройством, регион активно помогает. Если говорить о нашем таком основном, ключевом спектре услуг. Это психологическая поддержка тем безработным гражданам, кто в ней нуждается. Это профессиональная адаптация на рынке труда. Это очень важное мероприятие, как профориентация. То есть здесь помогают гражданам определиться с выбором профессии, если возникли с этим трудности. Основная тема разговора – поддержка от государства не только в поиске работы, но и в открытии собственного дела. Так, в Самарской области каждый желающий может получить бесплатную консультацию в центрах МАБИС-63 онлайн и в общем формате. А сотрудники центра занятости помогают оформить бизнес-планы и выбрать востребованные направления на рынке труда. Также в рамках нацпроекта «Демография» проводят бесплатное профобучение по более чем сотне направлений. Когда в 2020 году Самарская область начала работать со статусом самозанятых, мы закончили примерно 39 тысяч было самозанятых. Ну и вот 2021-2022 год, вот результат у нас сейчас уже 136 тысяч. Мы в десятку лучших в России входим с регионов, где наибольшее количество самозанятых. Ну это естественно, мы развитый регион и у нас большие трудовые ресурсы. Каждый пятый житель региона самозанятая и к самым популярным видам деятельности относятся транспортные услуги, строительство, репетиторство, маркетинг, сфера красоты. А регион поддерживает начинающих бизнесменов. Так в Самарской области проводятся региональные конкурсы для самозанятых. Совсем скоро будет конкурс «Лучшая швея». Екатерина Кузина, Александр Каракулько, Сергей Павлов. Новости губернии. В Самарской области стартовали масштабные рейды по профилактике ДТП с участием пешеходов. Они будут проходить в течение месяца. Эта работа должна поспособствовать уменьшению количества аварий. За первые 8 месяцев 2022 года зафиксировано более полутора тысяч дорожно-транспортных происшествий. 501 человек погиб. Соблюдают ли правила водители и пешеходы региона? В рейд отправилась наша съемочная группа. Простые правила дорожного движения пешеходам и водителям напоминают сотрудники ГАИ. Прежде чем становиться на переход, нужно убедиться, что вас пропускают. Эта элементарная мера безопасности может спасти жизнь. Хочу вам напомнить про правила дорожного движения, что необходимо дорогу переходить по пешеходному переходу. Чтобы вы были более заметны водителям, хочу вручить вам такой светоотражающий элемент. Его можно надеть на руку, на велосипед, куда угодно. Вы будете заметны, свет фар будет отражаться, и вас будет гораздо лучше видеть на водителя. Масштабные профилактические рейды будут проходить в Самарской области в течение месяца. В них задействует максимальное количество нарядов ДПС. По словам сотрудников ГИБДД, важно не обнаружить правонарушения, а объяснить и наполнить как можно большему количеству жителей о необходимости соблюдать правила. Когда мы стоим на светофоре, объясняем, что на красный стоим, на зеленый идем, на желтый ждем. Что надо переходить улицу только там, где зебра. Сейчас еще и зебры такие красивые рисуют, желтенькие, беленькие. И одновременно учим и цвета, и зебру. Вот только так. Я считаю, что нужно постоянно это проводить. Всегда. Потому что очень много водителей, конечно, по дорогам движения не соблюдают. У них шахматное вождение, перестроение. Крайне редко люди включают поворотники. Это очень неприятно. Короткий световой день и погодные условия традиционно влияют на увеличение количества ДТП с участием пешеходов. Об этом говорит и статистика. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 1739 ДТП, в которых 501 человек погиб и 2009 получили ранение. Получается, 30% от всех ДТП это наезды на пешеходов. С наступлением осени инспекторы просят пешеходов быть в разы внимательнее. И носить одежду светлых оттенков, чтобы не сливаться с дорожным полотном. Не забывать про светоотражающие элементы. А водителей внимательнее следить за дорогой и не нарушать правила дорожного движения. В профилактическом рейде приняли участие Елизавета Должикова, Сергей Костин. Новости Куперни. На этом у меня пока все. Увидимся. Осень. На него находило блаженное расположение духа и вдохновение. Евгения Онегина написала именно осенью. Да. Осенняя ханра зачастую вызывала вполне физиологическими причинами. И одна из них, которую называют психологи, это дефицит солнечного света. Так что осень время включать побольше лампочек, зажигать свечи, сменить, может быть, тяжелые шторы какие-то на прозрачную светлую тюль. Психологи советуют повесить в доме оранжевые шторы. Они будут создавать иллюзию солнечного света. Но не все осенью бросаются, меняют шторы. Некоторым осень нравится. Узнаем жителей губернии, какие чувства у них вызывают осенние деревья. Радость. Красота все-таки. Оранжевые желтые листья. И все. Скоро зима. Прекрасно. Очень красиво. Я живу в саду, можно сказать. У меня загородный дом. Там сад. И сейчас очень интересно наблюдать, как все меняется. С одной стороны восхищение, с другой стороны меланхолия. Там все зима. Это очень красиво, да. Но зима в то же время близко, и лето уже закончилось. Прекрасно. Я люблю очень осень. Мы же из Санкт-Петербурга. Да. И у нас там осень очень красивая. И Дальний Восток мы тоже очень любим. Потому что родственники там очень красивейшие. Успокаиваю. Радость и душа. Приятные. Желтые, красивые. Ходишь и ими любуешь. Особенно, когда такая хорошая погода. То это приятно. Хорошая. Я очень люблю осень, особенно сентябрь. Хорошие чувства. Я думаю, что иду и радуюсь, что живу в нормальной стране. Если можно так сказать, на сегодняшний день. И где солнце. И есть деревья. Друзья, и снова доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. И у нас в гостях потрясающий музыкант, продюсер Дмитрий Буциков. Доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что проект «Волжский актент» завершился. А вот что это за проект, мы не знаем. Рассказывай. Максим, очень интересный проект. Мы его реализовали впервые в этом году. В том году нас поддержал президентский фонд культурных инициатив. И начиная с осени мы вели очень масштабную подготовительную работу. Андрей Давыдов, наш фольклорист, этнограф, он собирал наигрыши в восьми регионах по Волжье. От Костромы до Астрахани. Эти наигрыши потом были переработаны красноярским композитором Владимиром Кошелевым. Он сделал сюиту в восьми частях. Каждая часть посвящена была региону. Для оркестра «Волга фолкоркестра» в этом оркестре было представлено более 25 этнических, народных и классических инструментов. Мы специально для проекта нашли и воссоздали вот эти самые инструменты-маркеры, которые характерны тому или иному региону. Например, для Костромы это нерехтский рожок, для Нижегородской области это пастушащая барабанка, для Мариел это марийские гусли, для Чуваши это чувашская волонька и чувашский барабан, для Татарстана это итальянка гармонь и курай татарский, для Самарской области двойная желейка. Для Волгоградской области у нас была применена колесная лира и для Астраханской области саратовская гармошка. И вот с этим всем богатством мы были в гастролях в июне-июле по всем этим регионам, находились два дня в каждом из регионов, давали концерты, брали интервью носителей фольклоров, также были съемки музыкальных видеоклипов на музыку. С нами ездила видеосъемочная бригада помимо музыкантов и это очень такой богатый интересный опыт для нас. Ну, сейчас мы перевариваем все, что случилось. Замучительный концерт был с участием Сергея Старостина, это известного музыканта российского, в Самарской государственной филармонии 8 сентября. Мы завершили такой жирной точкой этот проект, но в сети интернет сейчас будет выкладываться весь смонтированный материал на сайте проекта «Волжский акцент». Какая из остановок экспедиции вам больше всего запомнилась? Какой город, какой концерт? Мне запомнилась город Серафимович, это такая донская станица, на Дону. У нас «Волжский акцент» и регионы были выбраны по принципу нахождения прямо на реке Волги. Но так получилось, что Волгоградская область, она очень большая, и там есть и река Дон. И вот мы давали концерт как в Волгограде, так и в Серафимовиче. И вы знаете, дорога была очень длинная, но это того стоило. Мы попали в очень интересный, самобытный город своими традициями. Эти традиции уважают, чтят. И более того, у нас получился хороший джемсейшн с донскими казаками, очень интересно. А вот эта свита, она по времени, насколько получилось? В час двадцать со словами. Да, у нас еще ведутся беседы. Андрей Давыдов и Надежда Малыванова, они рассказывают о традициях всех регионов. Помнят старинные инструменты и более того, могут играть на них. Или все-таки это уже музейные экспонаты больше, как за собой? Везде по-разному. Вот в республиках, я бы отметил, что они чтят. Вот прямо в республиках наших Татарстан, Чуваши и Мариевы очень бережно относятся на уровне первых лиц. Так же, как и у нас, кстати. У нас тоже обращено. Я думаю, что делается все правильно. Правильные шаги по сохранению нашего нематериального и материального богатства. Ну что, через пару минут продолжим. А пока что от узоров музыкальных перейдем на узоры гипюровые. Дома у Нины Ивановны стоят трехметровые пяльцы. Она все делает только вручную. С помощью челнока плетет сетку, а затем иглой создает узор. Часто с добавлением цветных нитей. Это считается особым мастерством. Училась у основателя Самарской школы филейно-гипюрной вышивки Надежды Афанасьевны Тазовой. На вокзале была. И вот смотрю, сидит женщина и что-то делает. Вот руками так это все. Я к ней подошла, смотрю. Она так, ну что, нравится? Я говорю, нравится. Это вышивка филейно-гипюрная. Хочешь, приходи. Звание народного мастера Нине Ивановне присвоили за вышивку салфетки, на которой несколько раз повторялся один из самых сложных орнаментов. Одни клеточки зачеркиваются, другие остаются пустые. Так и возникает рисунок филе. Выставка «Самарские узоры» открылась в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Нам очень отрадно, что она обратилась к нам с просьбой организовать свою выставку юбилейную, потому что недавно Нина Ивановна исполнилась 80 лет. Именно в нашем отделе искусств. Потому что, ну это актуально еще и потому, что в этом году в России объявлен год культурного наследия народов России. Нина Ивановна никогда не повторяет одно и то же. Каждая новая работа сложнее предыдущей. Сейчас мастерица вышивает предметы одежды – шали, пончо, накидки. Сочетаются даже с современной одеждой, делая образ более оригинальным. Работала в Дворце пионеров. И девчонкам говорю, слушайте, а давайте мы сделаем какой-нибудь пиджачок, то есть что-то такое. И вот мы сделали, понравилось так. И я загорелась, начала делать одежду. Мастериц, владеющих филейной гиперной вышивкой, остались единицы. Одна из последних хранительниц секретов этого ремесла – Нина Ивановна. Она с радостью делится своими знаниями со всеми желающими на мастер-классах. Татьяна Пецина, Владимир Терентьев, программа «Утро губернии». Продолжаем музицировать с потрясающим музыкантом Дмитрием Буцковым и продюсером тоже завтра. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Планируется ли продолжение фестиваля «Воложский акцент», проекта «Воложский акцент» и каким оно будет? Или пока что «Воложский акцент»? Планируется, оно планируется. Очень много отзывов, люди хотят продолжения, и мы хотим продолжения. Получилось нечто интересное, оригинальное, и оно будет более масштабное. Это будет точно с участием Сергея Старостина. Такой наставник, куратор, который будет таким нашим гуру в изучении фольклорных традиций. Будет ставить перед нами интересные задачи, мы постараемся им решить. Будет очень интересно. С нетерпением ждем этого проекта. А сейчас, я думаю, у нас есть уникальная возможность послушать отрывочки. Да, давайте я сыграю вам отрывочки из этой сюриды Владимира Кошеля. Расскажу, что я здесь также композитор. Вот все, что я сыграю, это уже мои каденции в собственном сочинении, мои импровизации. Под наши аплодисменты. Я, я думаю, смотри на телефоны, потому что когда еще такое... На сцене Дмитрий Муцетов. КОНЕЦ 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 Спасибо огромное. Удачи и успехов. КОНЕЦ Друзья, ну что ж, а мы в день Петра и Павла Рябинников обязательно должны приготовить что-то из рябины. Марина Баркова, нам в помощь. Созрела рябина, а это значит, самое время вспомнить о ее свойствах Для чего делали рябиновые бусы наши прапрабабушки, расскажет Аннушка-умелица Рябиновые бусы яркий цвет, и они дарят нам не только красоту, но и защиту Для рябиновых бусы рябина берется ранней осенью, когда она еще не ударенная морозом Хотя мы знаем, что для варенья и других блюд она нам будет вкуснее и полезнее, когда уже готовая Следующая история, которая у нас будет длиться на рябиновые бусы, это красная нить Красный цвет всегда был символом движения жизни, самого дыхания жизни и готовности делать по собственной инициативе Я хочу, я делаю. Хочешь счастья, хочу, тогда делай Хочешь много счастья, делай много Так зачем делали-то бусы из рябины женщины? У них же были бусы вот такие Ну вот такие бусы нужно было заслужить А рябиновые бусы, это были одни из первых бус, которые дети дарили матерям В это время ребенка уже маленького вы можете получить знанию цифр Потому что эти бусики собирались по количеству маминых лет Сколько маме лет, столько ягодок нам нужно насадить на ниточку И эти бусы будут оберегом для мамы силой ее принятого материнства Рябина еще символизировала глубину женского опыта То есть то, что женщина проживала за свою жизнь, все ситуации радостные Не все нам приносит бесконечное счастье И для того, чтобы этот опыт стал не болью у нас на плечах, не тем, что тянет нас вниз и заставляет печалиться А тем, что становится для нас пониманием, что вот так эта история не работает, работает как-то по-другому Второй вариант бус точно так же нанизывался на нитку И здесь количество бусин могло играть разное значение и быть в разном количестве Например, для тех, кто ближе к славянскому пантеону, этих бусин нанизывалось 164 Потому что считалось, что в пантеоне славянских богов, которым поклонялись, включая всевозможных лесных богов и так далее Их 164 лика, вот так вот 64 высших бога, 100 мелких богов и так далее В те времена знали имена каждого бога И на каждую бусину могли попросить Богиня Леля, дай мне, пожалуйста, нежности, умение с нежностью относиться к моим близким Умение подарить им эту нежность через мои руки И как долго эти бусы использовались после того, как создавались? Во-первых, они могли стать оберегами В любом месте эти бусики сворачивались красивой кучкой и располагались где-то Например, у копилки Или в старые времена понятие благосостояния Это все-таки было не столько деньги, сколько благо, которым я могу воспользоваться Поэтому достойная рукодельница, что у нее было? Сундук с рукоделием Вот эти бусики там и окажутся И свежие, и уже подсохшие носили до самой весны Эти бусики являются оберегами до момента цветения рябинки У древних славян только из рябины делались бусы? Первые бусы до 14 лет у девочки были как раз из природных материалов Они могли быть и из желудей, и из шишек, и из каких-то семечек Так вот, семечки тоже очень интересно расшифровывались По осени делались и такие семечковые бусы И они как раз были бусами на благосостояние Тридцать два, тридцать четыре, тридцать шесть, тридцать семь Я сделала, сейчас я завязываю Так, а мы потом снимем их? А, ну я тебе бантик завяжу Зачем? Я в них буду спать теперь Боженьки мои Ну это же обе Не понятно, не вопрос Бусики это как бы граница миров Рыжий цвет всегда считался цветом перуна А перун это наш защитник, тот бог, который отвечает за внутренний огонь Который способен определить границы Итак, собрав все бусы на 164 бусины Это то, через что мы будем обращаться за защитой ко всем славянским богам Мы завязываем их на три узла, как символ тела, души и духа, в которых живет наша жизнь И при этом в них же и реализуется Уровень бус говорит о том, с какой энергией вы будете работать Вот было бы чуть повыше, была бы сердечная энергия Чуть пониже это состояние ярла, так называемого, то есть точка взаимодействия с миром С вами были Аннушка Умелица, Марина Баркова и наши новые рябиновые бусы На этом все Сегодня с вами любовались осенними деревьями и разгоняли осеннюю хантру ведущий Саша Байдач И Максим Пологнюк, до встречи, удачи, хорошего дня Пока Кстати, я знаю, что поможет мне не грустить этой осенью Да Давай, что же, я уже готов все что угодно сделать Макс, фотосессия в парке с осенними листочками Возьмем плед, корзиночки с какими-то вкусностями И романтично можно будет листву побросать в воздух Так, стоп, я беру свое слово обратно, вот это все, пожалуйста, без меня А как же моя осенняя хантра? Погрустишь и перестанешь Зима уже на носу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!